Интересное, ну, я не жду от него банальщина, он должен удивлять, и это Энигма. Энигма усиливает потенциал в драйве, усиливает пуш, потенциал в митхемейке. Энигма это тот герой, который способен доту чуть ли не в соло выиграть при удачном, при одном удачном ультимейте, но Хейнайт не совсем, конечно. Простые ребята и так просто не позволят Энигме делать все, что она захочет. И вот такие вот пики, пики довольно интересные, Дарксир меня немного удивил, но просто не было героя, которого можно пикать Хейнайтед, не было героя, который нормально бы зашел, и, ну, не Баунти Хантера же какого-нибудь брать, это было бы вообще смешно. Естественно, они взяли более универсального и более полезного Дарксира. Итак, я напоминаю финал. Ройн Дота Лиги. Бест оф три. Первый матч. Мит Йо Мейкерс против Хе-Хе Юнайтед. Сразу посмотрим, кто на ком играет. Бэби Найт все-таки играет на Эмбер Спирите. Эйс пошел в хардлайн на Вайде. Эйс будет играть на Скайрет Мейджи. Эра будет выступать на Дэс Профит. И Блан будет стоять в лесу на Энигме. Хе-Хе Юнайтед. Капитан команды. Нихис пойдет в сложную как раз на Дарксире. Чипс будет играть на Миране Саппорте. Файер будет играть на Шейкере. Блу Банана будет выступать на Розоре. Ну и АКГ будет играть на Вайпере. Ну и сейчас сразу же может произойти стычка довольно веселая. Пять в пять. Пять в четыре идут команды. И Мит Йо Мейкерс нежелательно сюда выходить. Баби Найт занял такую позицию, где довольно сложно его поймать. Сейчас должны увидеть мим, что здесь герои Хе Юнайтед и просто отступить. Да, уходят. Ну, у Вайда здесь, по сути, не должно быть особых проблем. Я не исключаю. Триплув сложный от Хе Юнайтед. Или все-таки откажутся они от такого варианта? Видимо, откажутся. И вообще все весело на самом деле делают. На самом деле делают сейчас Хе Юнайтед. Да, оставляют. Триплув сложный все-таки. В легкую пошел. Нихис на Дарксире. И вот там Эйсу будет довольно тяжело. Он бы, наверное, лучше против троих героев постоял, чем против одного Дарксира. Дарксир все-таки поувереннее себя чувствует на первых минутах. И Эйсу будет крайне тяжело, учитывая, что, ну, вот так мало у него хила. Его никто не запулил. Зато здесь. Здесь должны быть у Мимов проблемы. Так как Блан постоянно будет смещаться в лес. Постоянно будет фармить там. И у Хе Юнайтед здесь будет численное преимущество. Такие герои, как Шейкер и Мирана, могут себе позволить постоянно искать его здесь. Могут даже в мид выходить, в принципе. Вместе с АКГ они могут здесь убивать Эру. Ну и, соответственно, если будет численное преимущество Хе Юнайтед снизу, то Боби Найту здесь будет довольно тяжело стоять. Кстати, он не в миде стоит. Решили, что пусть эта роль достанется Эра, а Боби Найт пошел в легкую фармить на Эмбер Спирити. Ну и сразу попытается, наверное, напасть. Нет, не стали нападать. Довольно далеко здесь Чипс. Он просто стоит, гоняет Энигму. Но пока это вообще ни к чему не приводит. Он просто стоит и ничего не делает. Или нет? Нет, он выгнал Блана. Блан просто пошел сейчас по пути, найдет руну и отправится в чужий лес. И вот тогда можно, на самом деле, напрягать Дарксира. Но, с другой стороны, крайне уязвимы становятся обе линии у Митю Мейкерс. Во-первых, на Эру еще легче будет выходить. Во-вторых, здесь два героя против трех также довольно проблемно. Он будет стоять. Но зато можно попытаться выиграть линию у Дарксира. Но Дарксир один и против троих стоит, поэтому это такое. Мне не очень нравится, как Митю Мейкерс сейчас все делают. И сейчас нападение на Эру. Стрела уже попала. Проблема у него, скорее всего, это будет Ферзблад. ЭКГ нарезает. И напоследок Эра кинул свой нюх. Хоть как-то нанести немного дэмэджа. Ну, 1-0. Очень уверенно, как я и сказал. Будут выходы в мидл. Сейчас нужно попробовать мим напасть. Да, нападает на Банану. Но тут проблемы у Риза огромные. Он, скорее всего, здесь погибнет. Нет, оставляет его. И Банана здесь имеет проблему. Бобедная бежит за ним. Должен убивать Банану. Да, и дерется дальше с Файером. Ну, вот так вот разобрались вдвоем. 2 на 2. Они посерьезнее сейчас. Чипс попадает. Эру великолепная. Эру и Риз здесь также погибнет. Не ждал здесь Риз. Этой стрелы. И 2-1. Но пока Мирана. Очень уверенно себя чувствует. Пока 2 активных действия. И оба привели к смерти чужих героев. Пока КПД 100% у него. Как я сказал вначале. Я не очень люблю саппорт Мирана. Но если саппорт Мирана вот так исполняет. И если настолько полезной она является с самого начала. То это тот герой, который может к середине игры иметь итемов гораздо больше, чем саппорт любой вражеский. Да и по сути он может обогнать Эйса здесь даже по Нетворсу. И тогда на одного героя сильного будет Хейвена. Этот вначале больше. Сейчас должны напасть на Нихиса. Неужели не будет Стана? Нет. Не хватило просто МП. Ну вот так. Не хватило МП. И... Так, сейчас я... Ладно. 3-1 счет. Убили здесь в очередной раз. Вот раз Боби Найта. Ну 3-1. Они в принципе могут это делать. Почему-то не совсем все хорошо сейчас у Мид Йо Мейкерс. Эру не попал. А попал бы. Снова бы погиб Боби Найт. Нужно поаккуратнее ему как-то играть. С такой игрой крайне тяжело ему будет. На топе Эйс. Уже купил себе вот такое вот итем. Морбит Маск. Довольно странное решение. Никаких ПТ, никаких сапогов. Просто Морбит Маск. Ну видимо решил, что хватит ему вот этого лайфстила, чтобы иметь какой-то баланс по ХП. Иначе ну посмотрите, что с ним делает. Просто Дарксир бежит и бьет. И вынужден здесь Эйс отходить. Запивается банка и сейчас вернется на линию. Ну первый заход пережил. Сейчас должен пережить второй. И все. Ну если сейчас отдадут Дарксиру. Реген конечно не отдадут. Блан. Все прекрасно понимает. Берет реген. Вернется сейчас. Чужой лес. Левел 3 он уже. Ну не будет он естественно на АКГ выходить. У Эры не так много всего, чтобы убить вообще АКГ. Пока он не принесет себе хотя бы сапог. Пока он не получит хотя бы 6 левел. Ничего он себя по сути не представляет. Баби Найт всего лишь левел 4. Есть всего лишь сапог. И 6 крипов он убил. Ну вот такой вот. Мейнкерри Эмбер Спирит. И видимо меняются сейчас. С линиями. Мит Йо Мейкерс. Понимают они, что от такого Эмбер Спирита толку-то не будет. И через 20 и через 30 минут. Крайне тяжело ему стоять было на линии. И просто меняются этими самыми линиями. Хейнайт от себя более уверенно чувствует. И кстати. Интересная статистика. Три игры провели между собой эти команды. И перевес то на стороне Хейнайт. И 2-1 они ведут. Здесь убили Дарксира. Ну естественно. Хватило Эмдэмэджа. Ну как же они оба просели. И Блан, и Эйс. Огромные проблемы испытали. И путь. Щит. Четвертого левела. У Дарксира он бы наверное убил обоих. Ну вот так вот. Я очередной фраг пропускаю. Пока говорю про предыдущий. Нужно как-то повнимательнее быть. 4-2 и Эра погибает. Ну пока все плохо. У Митхио Мейкерс. Вот этот фраг Дарксира. Это по сути ничего не дало. Хорошо заработали немного денег. Но обгоняет сейчас наверняка по Нетфорсу. Нихис абсолютно всех. Нет. Третий. Это в принципе нормально. И как же далеко заходит. Ничего не боится. Здесь страхует его в этот раз Чипс. И если выйдет Эйс далеко. То можно и погибнуть. Такая Дабла теперь будет стоять против АКГ. АКГ это все не почувствует. Как мне кажется. Он будет продолжать стоять. Просто бить крипов. По Нетфорсу он первый. И это было в принципе предсказуемо. Довольно уверенно. Вайпер стоит всегда против Дэс Профит. Довольно легко ему перефармить этого персонажа. И Дэс Профит отправилась вниз. Чтобы облегчить жизнь хоть как-то. Вебинайту. Ну и сейчас закрывает Эру. Ну вот снова вылез непонятно куда Эра. И снова погибает. Слишком. Далеко зашел. И как же хорошо сейчас сыграл Фаер. Вышел просто из лесу. Перекрыл дорогу. И пара тычей по голове просто Эре. И счет 2-5. Плохое начало. Но пока рано о чем-то говорить. Единственное что не на стороне Митью Мейкерс. Так это 2 героя. Которые слишком зависят от итемов. И которые по сути бесполезны без этих итемов. И Эмбер Спирит и Войт наносят крайне мало урона. Что они будут делать после того как Вайбер или Дарксир купят себе Мекку. Я пока не представляю. Очевидно что Хею Найтед должны будут. Как только появится Мека. Как только появится. Не знаю. Шестой левел у Мираны. Должны будут куда-то идти. Должны будут реализовывать вот этот потенциал данной игре. Сейчас проблема у Боби Найта. Нет у него ультимейта. Оставалось буквально 2 крипа. Эру мимо. И пока уходит. Наверное уйдет Боби Найт. Да. Подходит сюда еще и Блан. Как же мало ХП остается. Отбивается. Сейчас на развороте пытается хоть как-то Энигма. Прохарасить Мирану. Безуспешно. Ну и снова. Очень близок к смерти был Боби Найт. Пока очень уверенно играет. Возможно еще не перестроился. Просто выиграл Т2. И сейчас нападает на Банану. Должны здесь его убить вдвоем. Безусловно. И вот этот хороший выход уже от Эйс. Ну вот так и должен действовать Хардлайнер. Войт он должен постоянно. По КД своего ультимейта. Куда-то на какую-то линию приходить. И убивать одинокого. Одинокого забылявшего героя. Сейчас он это сделал. 100 секунд. И можно попытаться еще раз. В принципе. И Вайпера можно таким образом убить. Да и Дарксира тоже. Риз отправился наверх. Левел 4. Дарксира ушел. Левел 8. Как же у него денег. Как же у него вообще все хорошо. Ризу очень. Нужен левел 6. Чтобы вместе с Вайдом отправляться по линиям. И тогда уже 100% убивать абсолютно любого героя. Очень много урона наносит Риз со своего ультимейта. И когда Войт ставит купол. Ну просто невозможно этим ультимейтом промахнуться. Это 100% 600 урона на первом уровне. Что крайне много для абсолютно любого героя. Сейчас вот можно будет выход на АКГ. Да, он должен вот цеплять Бобби Найт. Как же он уверен снова сыграл. И в том цепочку он слишком долго летел. Но проблема у АКГ. Он дерется. Продолжает драться. И очень мало ХП остается. Успевает. Гимнучий ультимейт. Но. АКГ здесь конечно убежит. Он просто на хосте был. Бобби Найт. А сейчас проблема. Как же много урона наносит Нихис. Ну и подходит сюда Блан. Страхует своего капитана. И сейчас проблема у Блана. Как же он далеко зашел. Абсолютно не уверен. Он сыграл. Нихис мне кажется настолько был рад этому подарку. Затянул. Убил заработал немного тени. 4-7 счет. Снова бесполезной смерти. Вот Митхио Мейкерс. И Рис. Рис занят своим делом. Он получает левел 6. Пока он вообще забил на все что происходит на карте. Но это по сути правильно. Понятное дело что Хей Юнайтед. Подадутся на данные. Допекеры сильнее в разы. Пока Митхио Мейкерс нужно просто избегать драг. Нужно просто выносить уровень. И пытаться хоть где-то пофармить. Если Хей Юнайтед соберутся пушить какую-то из линий. Нужно спридпушить другую на Блубанану. Нападает. Соло пытался убить ей. Ну как-то совсем непонятно. Он действовал. Сейчас нет прыжка. И... Скорее всего есть погибнет. Да, есть минус. Выминает бежит отсюда. ТП он потратил. Снова бесполезно. А что пытался сделать Войт? Он прыгнул в соло. Не имея ничего в своем арсенале. Не имея ни одного героя поддержки по близости. Выминает очень поздно стал делать ТП. И... Все закончилось. Вы сами видели как. Такие вот действия, если будут совершать Митхемейкерс, то не будет у них шансов просто эту карту выиграть. Риз левел 6 получил. И вот сейчас он начнет свое движение. Скорее всего вместе с Войдом. У Эры тоже. Обратите внимание, как все плохо. Абсолютно нет итемов. Пытается он хоть как-то выформить. 33 крипа всего лишь против 63 у АКГ. В два раза буквально его перефармил. Мидер Хе-Хе Юнайтед. И... Это довольно странно. Как правило, когда я смотрел противостояние Вайпера и Дес Профит, ну разница была там в 10-15 крипов. Здесь же в два раза. Плюс пара смертей у Эры. А фавориты у всех букмекеров именно Митхемейкерс. А на деле мы пока видим, что ничего у них по игре не получается. И им нужно затягивать. Причем затягивать очень-очень серьезно и очень-очень надолго. Есть для этого и Энигма, и Эмбер Спирит, и Фейслес Войд. Сейчас проблемы будут здесь у Блана. Заходит сюда еще и Чипс. Он это все понимает и отходит. Ну... ТП будет делать или нет? Да, делает ТП. Улетает наверх. Вот это правильное решение. Нужно меняться вышками. Если сейчас пойдут Хе Юнайтед вниз, пушит Т1. Нужно Т1 запушить сверху. В принципе, 4 героя здесь Митхемейкерс. Можно даже попытаться убить здесь Нихис. А Нихис улетает. Его не видели. И с ДД тем более. Нужно убивать. Сейчас возьмет. Эйдолонов здесь Блан. И... Пушку сломаем. Помедленнее, конечно, они справятся, чем Хе Юнайтед. И вот здесь глиф прожали. Здесь тоже будет глиф. Нет, глифа здесь нет. Тогда... Задим, как бы сказать. В принципе, нормальный размер для Хе Мейки. Резентрации, они сейчас не готовы. А вот такие вот подарки в виде халявных вышек для них... Крайне полезны. Но в виде должен уже прораться. Так как нет здесь большего числа героев Хе Юнайтед. Очень плохой стан от Шейкера. Ну, и цеплять нужно этого Шейкера. Бобби Найтед почему-то не прыгает. Не знаю. Что он вообще делает? Он же мог прыгнуть. Я не знаю. Здесь были и Дес Профит, и Скай Рет Мейдж. Можно было цеплять, убивать. Сейчас в спину зайдут. И Риз здесь должен погибать или нет. Пайер просто стоял. Он же видел Риза. Все почему-то стоят и ничего не делают. Как-то обе команды слишком пассивно играют. И на самом деле странно такое наблюдать. Т1 по-любому упадет. Без боя Хе Мейки задают. И сейчас продолжат фармить. Ну, хорошо. Не погибли, это самое главное для них сейчас. Игра абсолютно не в их пользу складывается. А Хе Юнайтед нужно задуматься. Над тем, чтобы пойти дальше. Давить, например, вот эту вышку. В принципе, до Даггера Шейкера осталось не так много. Возможно, ждут именно этого. Здесь есть уже барабаны. Собирает, скорее всего, БКБ Банана. Ну, здесь, понятно, через Аркана играет Саппорт Мирана. Здесь почти есть Пайп. А здесь есть уже Мека. Ну, наверное, получат Даггер, получат Мекку. И вместе с таким арсеналом уже спокойно пойдут. Абсолютно не будет дэмэджа наносить ни Скайрад Мейдж, ни Энигма. И тогда Хе Юнайтед драку выиграет без проблем. И на Рошана заходят сейчас они. В принципе, мидфью мейкерс должны это понимать. Но не пойдут они туда. Никого нет на карте. Никто не засветился. Логично предположить, что Хе Юнайтед на Рошане. Но нет, драться пока абсолютно нечем. Как же долго они будут бить Рошана. Очень-очень долго. Есть, конечно, Мека очередной Эру. По-моему, второй уже на Рошана потрачен. Ну, и, наверное, секунд 30 еще ковырять здесь будут. Эйс здесь. Здесь же Блан. И неужели пойдут нападать на Нихис? А Нихис 1000 хп. Они его просто не убьют. Вдвоем не убьют точно. Поэтому подходит сюда еще и Рис. Все-таки Рошан упадет. Бабинает вообще на базе. Вот только барабаны он скоро купит. 15 минут довольно долго. Учитывая его Крипстат. Это, в принципе, предсказуемо было. Вот сейчас встреча плохая. Может получиться драку. Интересно. Подходит сюда еще и Шейкер. Пытается спасти здесь Нихиса. Нихис. Как же долго он живет. И выше ведь, наверное, в инвестиции. Он сейчас, да, уходит Нихис. Эйроу неплохой по Ризу. Просчитает здесь вся команда Микю Мейгер. Великолепный ультимейт от Фаера. И Купал так же неплохой, но довольно поздно. Уже успели потерять Скайрат Мейджа. Эйс просто кула. Погибает так же. Эйроу. Как же много вы видели. Скиллов потрачено было на Дарк Сира. И как же, по сути, без проблем он выжил. Эйроу мимо. Ну, рисковал сейчас Бабинает. Мог наткнуться на стрелу. Погиб бы еще и он. Тогда бы вообще было все печально. И паузу просят Бабинает. Но будет, видимо, продолжительная пауза. И... Не знаю. Вот по игре... По игре, конечно, Митрио Мейкерс нужно затягивать. Я это уже в 125 раз говорю, но... Тут просто сказать больше нечего. Если они будут терпеть еще минут 30-35, то... Хоть какой-то шанс будет иначе. Ну, задавит Хе-Хе Юнайтед. Итемов у них в разы больше. По Нетворцу мы так же видим здесь. Лидеры обгоняют на... 2000 практически. Первого героя Войда. А у Войда всего лишь Москов Мэднес. Который он, по сути, еще более уязвим. И дэмэджа, ну, не настолько много наносит, чтобы... Драться вообще. Зато есть уже Аегис, есть Мека и есть уже практически Аганим. Буквально полторы тысячи остается АКГ, который купит Аганим, то... Плакать будут здесь и Боби Найт, и Войд. Ну и, наверное, должны сейчас атаковать снова Хе Юнайтед. Сейчас подождут Чипса. Нет, улетают вниз. Решили, что защитить вышку болезнее сейчас будет. Но, с другой стороны, здесь Блант продолжает пушить Т2. И он обязан здесь обратить на себя внимание у игроков команды Хе Юнайтед. Если сагрит несколько человек, то позволит своим партнерам по команде немного пофармить. Иначе же Хе Юнайтед просто пойдут себе пятером куда-нибудь действительно вот сюда и запушат спокойненько Т2. Вот он, Пайп на Дерксире. И вот с этим Пайпом стягивается сейчас вниз все герои Хе Юнайтед. Остался здесь только Чипс. Ультимейт у него появится через 45 секунд. Он, в принципе, не так нужен вообще в драке. Именно сейчас справятся они без него. Ну, если что, он сделает ТП куда-нибудь в миддл или вниз. Но, видимо, миддл будет делать ТП, потому что не собирается сейчас Хе Юнайтед отдавать эту вышку. И стягиваются они просто через лес. Скорее всего, нет, будет нападение на Эйса. Эйса они не поймают, нечем его просто ловить. Не успел Файер дать стан, а вот если бы дал, Эйс мог вполне и погибнуть. Энигма тем временем вместе с Ризом забирает сейчас Чипса. Ну вот он остался, не пошел со своей командой, не сместился в центр. ТП, защитить вышку, так и погибнуть через зену. И сейчас просто у меня, скорее всего, Хе Юнайтед, Т1 в миде на Т2 снизу, летит сюда АКГ. АКГ сейчас убьет еще Эру, Эра, конечно, может очень убивать. Мышка падает и бежит Эра, Эра, побыстрее, Эра на хосте просто. Ну, конечно, с таким. С таким распадыванием бежит без проблем. Ну и теряют еще и на топе вышку Хе Юнайтед, скорее всего. И вот так вот сейчас Мидьо Мейкерс разводят своих оппонентов. В миде забрали вышку снизу. Потеряли, но именно Т1. Заберут, летит сюда Firefly, вообще ничего не боится. Соло, наверное, решился бы зайти, если бы дошел. Довольно далеко здесь был Чипс, не помог бы он своему Шейкеру. Ну и АКГ также был довольно далеко. Эйс, левел 11, 1500. Пока Войт урона не наносит, пока он только Купол ставит. И то, как мы видели здесь, даже Купол зашел не очень хорошо. Был он абсолютно не своевременным. И теперь... Теперь Мидьо Мейкерс снова должны уходить в фарм. Им вообще ничего не нужно делать больше. Им должны фармить и избегать ненужных драк. Вот это сейчас залог успеха датской команды. А Хею на этот сместятся, естественно. Сейчас наверх добивать вот эту вышку, зарабатывать еще немного денег. Ну и нужно им давить дальше, так как Аегис в руках, и Аегис нужно реализовывать. Если Аегис просто так потратят, то, я думаю, пожалеют очень сильно об этом в будущем. Мидьо Мейкерс, видимо, также решили засплитпушить нижнюю вышку. Ну это единственный их выход на данном этапе. Здесь тут даже МО прожимает, чтобы быстрее, чтобы быстрее до вышки дойти. Ну а здесь Реонид, конечно, теряет без больших Хью Мейкерс. И Т2, наверное, тоже будут терять. Но драться должны, наверное... Боятся, боятся драться. Ну и Хе-хею на этот просто хотят, что давать, как же, чем плохо зашел сюда Нихис. Зачем? У нас не остался, у него проблемы огромные. Конечно, здесь должен погибать. Очень мало ХП остается, и да, Нихис погибает. Сейчас вышку, скорее всего, отдадут еще и героя потеряли. Но, тем временем, Т2 на топе также падает. Минус две вышки на одной линии, моментально Митю Мейкерс. Таким, вам один должен менять по вышкам команды. И это опять же на руку Митю Мейкерс. Они еще и ключевого героя забрали сейчас. Трексир тот герой, который, наверное, больше всех делает сейчас в драке. И урона наносит очень много. И самый палец, банально. Блубанально, что есть у него, он покупает себе Аганим. Нет, не стал он здесь покупать БКБ. БКБ здесь действительно не самый лучший вариант. Зато у АКГ есть уже Аганим. И по-прежнему Хе-хею на этот не идут. Полторы тысячи еще у Шейкера. Фаер ничего не покупает. Ну, ПТ он покупает. Вот такие вот Шейкеры в последнее время пошли. Это действительно веселый вариант. Ну, правильно, Даггер не использует МП. И почему бы не одеться немного в ХП и выживать немного подольше. Эйс никого не нашел и продолжает фармить леса. Зажались Митю Мейкерс и правильно делают. Хе-хею на этот слишком пассивно играют и слишком долго ждут. Им нельзя затягивать эту игру. Им нужно давить. И имея в своем арсенале Аегис, нужно это делать как можно быстрее. По сути, ничего Митю Мейкерс не смогут сделать, если, конечно, не знаю, не будет купол в четверых, Блэк Холл в пятерых. Сейчас ловят Рейса. Он под ветку ставит купол и бьет просто очень больно Нихис. И Нихис погибает. Эрол мимо. И вот так вдвоем хватило убить. Еще и Курьера потеряли. Митю Мейкерс, но я думаю, они не сильно расстроились. Снова погиб Дарксир. В принципе, этого достаточно. И улетает сюда спокойно Эра. Эра очень уверенно действует. Вот второй раз он уже, по-моему, вместе с Войдом очень удачно выходит. Убивает одного героя и дальше уходит фармить. У него уже появился Еул. Есть еще 900 голды. Левел 11. Сейчас еще иллюзии возьмет. И, в принципе, начинает хоть немного выравнивать свое положение. По Нетворцу по-прежнему отстает довольно сильно от Вайпера. Но сейчас мало, что будет решать Нетворц. Сейчас будет решать все удачно проведенная драка. Каждая из команд, кто удачнее, использует свой ультимейт. С одной стороны Купол и Блэкхолл. С другой стороны Шейкер и Дарксир. Тот и выиграет драку. Нападает снова на Нихиса. Как же он плохо снова забудет. Великолепный ультимейт от Шейкера. Потроит. И погибает также Дарксир. Поднимает без себя сейчас Эра. Вот также минус. Должны гнать Эру. Эра бежит. Пытается хоть как-то оторваться. Но он очень быстро бегает. 450 мувспида. И, скорее всего, убежит. Да, некому его догонять. Чипс не пойдет его перехватывать. 2 в 1. Снова драка. Ну, снова очень плохо зашел Нихис. Как же он бесполезно умирает уже в третий раз. Неужели догнали ее? Эра непонятно зачем сюда забежала. Он, наверное, мог же попрямую. Еще и Т2 заденали. Хе-хе Юнайтед. Ну, снова драка в их пользу. И снова Митхио Мейкерс дерутся плохо. Блэкхолл не потрачен. Купол не потрачен. Что они вообще в драке делали, спрашивается. Давайте посмотрим на графики. В первый раз порядка 8 тысяч. Даже 10 уже почти тысяч выигрывает. Хе-хе Юнайтед по экспе здесь. Все не так очевидно. Всего лишь 4 тысячи. Но эти 4 тысячи... Сейчас не так важны. Сейчас важно, как много денег проигрывают Митхио Мейкерс. А денег они проигрывают для такой минуты довольно много. Плюс потеряли уже 5 из 6 таверов. Сейчас могут потерять и 6-ой, если так же будет плохо драться. Рис левел 8 всего лишь. У Бэби Найтеда абсолютно ничего нет. А Бэби Найтед улетает. А Бэби Найтеда не так же отъедет. Нет, Бэби Найтед улетает. И стенка неплохая. Блант проседает. Чипс вообще ничего не боится. Блэк Холл великолепный. Вот Раим. И как же много урона наносят Хе-хе Юнайтед. И как же они долго живут. Слишком жирные герои. Здесь Бэби Найтед пытается хоть как-то продамажить кого-то. Да, в общем, ничего он не сделал снова. Я смотрю на вот это время спирида и понимаю, насколько же он вообще бесполезный. Хотел я только заикнуться, что у него что-то получилось в этой драке. Вроде бегал, прыгал. А урона-то нанес всего ничего. 2 в 1 драка. Ничего, что потратили абсолютно все Минью Мейкер. И Т3 ломают просто. Я не знаю, этот знак, почему они боятся. Есть Мека, Пайп будет. Вернее, Пайп уже есть. Ну да, можно ломать Т3. Двух героев нет. Эмбир Спирит урона пока не наносит. Войт также не наносит урона. А Скоррит Мейдж... Его урона не хватит, чтобы убить четырех героев. Действительно, мне кажется, Скоррит Мейдж сейчас урона нанесет больше по соло-таргету, чем эти два парня. Вдвоем. Блан врывается, абсолютно бесполезно врывается. Стягивает здесь двух героев. Кубинайт здесь проседает очень-очень сильно. Но чип, скорее всего, погибнет. Да, минус чипс. Великолепный ультимейт также. Войт минус. Войт 2 в 1 драк. Кубинайт также погибает. Вайпер просто стоит и бьет. Бей и беди называется стиль. Который АКГ сейчас пропагандирует. И хейнайтед просто отойдут. Рошан появился. Нужно им просто идти и убьет Рошана. Неужели пойдут мимо их догонять? Нет, не пойдут. Им нужно продолжить фармить. На самом деле, я иногда не понимаю, что чипс в драке делает. Он вырывается. Просто вперед всех. Кастует Старшторм и умирает. Хорошо, ты наносишь там порядка 200-250 урона по всем. Но неужели именно для этого брали Мирану? Понятное дело, вначале он сыграл очень хорошо. Сейчас он как-то действует очень неуверенно. Во-первых, здесь погиб непонятно зачем. Во-вторых, вырывается, умирает в драке непонятно зачем. Если бы ошибок не совершали Хе-Хе Юнайтед столько, как они совершали вообще на протяжении всей этой игры. Если бы не погиб три раза, бесполезно абсолютно Нихис. Если бы пошли давить раньше при получении Егиса, то игра бы давным-давно уже была сделана. Теперь же вынуждены они пытаться заходить на хай-граунд Митью Мейкерс. Мне кажется, несколько раз не хватит одной, даже двух попыток. Все-таки герои у мемов такие, которые подефить могут довольно долго. И Дэс Профит, и тем более Эмбер Спирит. Эмбер Спирит. Что у Эмбер Спирита есть? Ну, Баттлфури купят. После Баттлфури может быть что-то получится. Пытается здесь догнать сейчас Хе-Хе хоть кого-то. Не догонят, видимо, никого. Ну, Риз... Риз бежит. Ну, у Риза проблемы могут быть. Должны его здесь догонять Банан, и он может просто с руки его расстрелять. ТП делает Риз. Скорее всего, не успеет. Нет, не успевает, конечно. Колоссальное количество демэджа вносит сейчас Банана по соло-таркету. И спокойненько убивает Скайрет Мейджа. Снова ненужная смерть. Вроде толкали в сторону, но... Зачем толкать такой толпой, учитывая, что вышка уже сломана? Вы идете, подставляетесь. Никого не было на карте из Хе-Юнайт. И спокойно сместились. Они все наверх. Я думаю, что мы все-таки нашли. Снизу Боббинар. Как же много урона наносит ему Фаер. Фаер просто разорвал сейчас капитана Микхио Мейкерс. Но Эйз здесь врывается. И, скорее всего, Фаер здесь погибнет так же. Ну, неплохо пытался развести их. И стягивает. Сюда снова приходит Эра. И снова они в соло убивают... В соло, говорю, вдвоем убивают одного героя. Эра, конечно, постоянно верную позицию занимает. Сейчас на перехват пойдет сюда Блуба Нана. Но Эйз здесь должен уходить. Эйз уходит и попытается догнать здесь Эру. Эра здесь, скорее всего, не уйдет. Уже сейчас нужно, наверное, крутить ТП. Потому что ничего нет. Тяжко потрачено. Нет, он не должен убегать здесь. Или убежит. Да ладно, как же быстро бегает эта Банчжа. И нет, все-таки не убежит. Но ТП тоже крутит, если бы начал. Скорее всего, погиб бы. Все-таки и Вайпер, и Разор наносят очень много урона. И за пару секунд бы разорвал Эру на части. Правильное решение выбрал, но наличие Даггера у Нихиса позволило его убить. Снова Митхио Мэггерс. Пытается разводить своих оппонентов по разным линиям. Здесь очень хорошую позицию Блант занял. Он постоянно толкает верхнюю линию. Постоянно вынуждает кого-то из Хи-Хи Юнайтед сместиться вверх. Потому что вот эти Эдолоны, они довольно быстро крипов убивают и довольно быстро линию толкают. Сейчас проблемы могут быть здесь у Чипса. Нужно его пытаться ловить. Есть Сайлент. Да, Вой также прыгает и Чипс погибает. Скорее всего, Форстах им себя толкает. И последний удар минус Чипс. Ты становишься в последний удар. Ну вот так. Хороший мув. Но Хи-Хи Юнайтед, мне кажется, абсолютно пофигу на то, что погиб сейчас Чипс. Они дальше пойдут толкать линию. Все-таки вышки всего лишь 6-6. Но ведь есть по-прежнему. Ну, здесь есть Файер, который... Вот тотемы. Вышки, если все вообще на ура. Есть Вайп, есть Меха сейчас от Вайпера и Торсина. Не продолжаем теперь ломать. Бараки бьют. Разные бараки бьют. Опять непонятно. Зачем Лубанана правильный барак бьет. АКГ наконец-то не начал помогать им. Купол великолепный по-двоим. Как же много урона наносит сейчас Скайверт Мэйдж. Минус один. И АКГ здесь также погибнет. Должен погибать. У него есть Аегис. Неужели первый раз даже не погибнет? Отпускают мемы, учитывая, что в большинстве они были, не пошли. Убивать Вайпера. Ну, я не знаю, Егис-то нужно забирать в такую ситуацию. Что делать тогда? И как же круто сейчас врывается. Файер убивает одного. Абсолютно не жилет для таких скиллов. Бобинайт. И слишком далеко заходит Хехе Юнайтед. Непонятно, зачем они все-таки остались. Умрет здесь Файер без вариантов. И здесь нужно ловить еще АКГ. Он будет драться до последнего. У него вариантов нет. У него нет просто ТП. Просто дерется и уходит. Нет, решили, что не потянут до него. Действительно, мы не потянули. А Рис был абсолютно без маны. Ну, драка все-таки осталась за Митхио Мейкерс. Учитывая, что Хехе Юнайтед потеряли АЕгис. Потеряли они еще и трех героев. Вот у Гироразмен 4 в 2. Бобинайт. Бобинайт. Вы сами видели, что с ним уже второй раз подряд делает Шейкер. Он просто врывается и полностью фокусирует Эмбер Спирит. И убивает его с прокаста за долю секунды. Показывает сейчас Хехе Юнайтед, что давайте попробуем зайти вот сюда. В принципе, это правильное решение. Один герой должен остаться здесь и немного толкать Мит. Иначе Блан отпушит его очень легко. И когда здесь либо выиграют драку, либо кто-то свернет. Просто Мидл забрать вот этот барак, который еле уже стоит. В любом случае, барак забирать нужно. Хехе Юнайтед, иначе с каждым разом будет все-таки. Тяжелее и тяжелее заходить. Вы сами видели, что уже способен сделать Войт. И что способен сделать Эра. Ну, а Рис просто кидает влитмейт и убивает сразу же моментально одного героя. По сути, если хоть кого-то поймал Войт в купол, то это минус 1. И драка уже в меньшинстве для Хехе Юнайтеда. Ну и вот снова нападают на Глубанану. Вот так вот они и разрывают Соло таргет. Глубанана минус. Остался непонятно зачем. Остался в Соло. И снова, теперь минуту еще не смогут атаковать Хехе Юнайтед. В меньшинстве они драку, естественно, не выиграют. Блэк Холл уже есть у Блана. У него также БКБ и Мека. Ну, очень запакованная Никма. Не зря она по Нетворцу топ-2 в своей команде и довольно серьезно обгоняет Бэби Найта. Которого всего лишь Баттлфури и всего лишь 1000 хп. Ну, думаю, не самую лучшую игру Бэби Найт отыгрывает. Либо еще не привык вообще к встречам такого уровня. Либо... Либо просто не его день сегодня. Я думаю, разыграется еще его. Во второй игре мы посмотрим абсолютно другого Бэби Найта. Эйс. Ну, Эйс уже действительно серьезно запакован. У него есть уже Аганим и Айлшторм. И Мом, и левел 17 самое главное. То есть купол длится 6 секунд с кулдауном в 60 секунд. То есть любая смерть одного из участников Хе-Хе Юнайтед и драки в смысле. Или до драки. И тогда им нужно ждать. А ждать бесполезно, потому что у Войда уже будет новый купол. Нападает сейчас на Нихиса. Нихис снова непонятно где и непонятно зачем умирает. Бэби Найтед забирает все фраги. Хоть что-то для него. Зато подставился он довольно серьезно. Непонятно зачем он вообще прыгнул, забрал фраг и погиб. Но вот так вот играть, конечно, нельзя. Вот так ты игру, которую твоя команда пытается хоть как-то перевернуть, пытается камбэкнуть. Ты просто идешь и отдаешь фраги оппонентам. И вот как теперь дефить? В принципе, дефить еще можно. У Войда купол совсем скоро будет. Блэк Холл здесь также есть. Но, скорее всего, один барак мимы потеряют. А это уже небольшое, но приключится химия. Да, Рэджон вытеряют барак. Сейчас нужно бить билишну. Не знаю, хватит. В принципе, в чемпионалы могут. Не добить. И как же круто врывается Блан. Вау, по-твоим попадает. Сейчас Файра еще затягивает. Он не успевает ничего сделать. В БКБ Блан отходит. И неужели не будут дальше драться? Эйс далеко. Слишком купол у него появится. Через пару секунд только неужели не будет цеплять никого. Ну и непонятно, что делает вообще Крейс. Два в два драка цепляет чипсы безполезно. Ну и ладно, цепанул еще и АКГ. И тогда, наверное, если факт, что он убьет АКГ, АКГ должен драться с ним до конца. В принципе, может он это себе позволить. Здесь поблизости Файр. И Файр еще и поможет. И Бабинать снова прыгает на этого Шейкера. И этот Шейкер снова его в соло убивает. Ну что творит Бабинать? Погибает все-таки Шейкер. И снова выживает один лишь АКГ. Учитывая, что Нихис погиб гораздо раньше. Непонятные мне действия. Я вообще Хею Найтед. Они забрали один барак. Но отойдите. Вы в принципе не можете драться. У вас нет ключевого героя. Я вообще не помню драку с Драксиром. В которой он сделал полный прокаст. Поставил стенку. Я не знаю, стянул хотя бы одного или двух игроков мим. И в итоге дают шанс просто Митю Мейкерс. Хе-хею Найтед. Ну, если так же продолжат Хе-хею Найтед пушить, то... Войт их просто перебьет через 10 минут. А тем более, если Блан вот так будет врываться в 2-3 человека, то... Хе-хею Найтед вообще без шансов проиграет. Но, конечно, они пока имеют небольшое преимущество. Если мы взглянем сейчас на графики, потихонечку отыгрывают преимущество в 10 тысяч Митю Мейкерс. Но по деньгам по-прежнему. Порядка 15 тысяч. Но сейчас эти 15 тысяч не так значительно смотрятся, как в 10 тысяч на 20 минуте. Все-таки очевидно было, что Хе-хею Найтед будут давить. Они, конечно, вышек забрали побольше. И вот это денежное преимущество в 5 тысяч за 10 минут, это не так уж и много. Для Митю Мейкерс главное, что они потеряли всего лишь один бесполезный барак. А значит, они ничего, по сути, не потеряли. И сейчас будут просто терпеть, терпеть, еще раз терпеть. Им нужно дождаться, ну, во-первых, Блэк Холл. А Хе-хею Найтед должны нападать, наверное, второй раз подряд. В тот момент, когда нету Блана Блэк Холла. Ну и... Просто ждать, когда что-нибудь себе нафармит еще Эйс и Бэби Найт. По сути, у Бэби Найта... Ну ничего, нет дэмэдж, кроме Баттлфурии. И для 35-й минуты это крайний скудлый закуп. Ему нужно... Ему нужно хотя бы криты купить. БКБ он, конечно, мне кажется, до конца игры здесь не купит, а криты покупать нужно. Эйс. Вот так вот и выйдет Эру, и чип здесь погибнет. В любом случае погибнет, но он будет без шанса в лес. Никуда не уйдет. Ну, у Эйси теперь проблемы могут быть через 3 секунды, только будет прыжок. 2-1, и должен прыгать сейчас... Нет, прыгает в лес. Я думал, вниз будет прыгать, и сейчас вот стянут. Просто нет, стена. Хейс живет по-прежнему, ДП есть, вот его стягивают. Минус Эйс. Но вот это плохой размен для Mythio Makers. Потеряли они ключевого персонажа на бесполезную Мирану. Так играть нельзя. Рошан по-прежнему стоит. Рошана по-прежнему нет, он скоро появится, и... Ну, и мимо просто не могут на него зайти без войны, поэтому все, наверное, это понимают и не боятся. Просто проверяют его. Вау. Рефрешер у Разора. Разор — это машина для пуша всего сейчас. Разор крайне опасен. Но если так же продолжат его вой цеплять, то Разор демиджа-то и не внесет. Не знаю, вроде как довольно серьезный пик у Хе-Хе Юнайт. Вроде хорошо провели early и mid-game, но из-за ошибок, из-за бесполезных смертей, в первую очередь, Дарксира и Мираны, они постоянно дарили на каждом промежутке игры шанс мидхюмейкерс. И этими шансами мидхюмейкерс, по сути, пользовались все это время. Блан затягивает всего лишь одного Нихиса. Нужно хотя бы его попытаться убить. Мало урона живет Нихис, и Нихис уйдет отсюда. Блан, конечно, здесь погибнет. Его просто расстреляет Разор. Таки два... А нет, один в ноль. Тут я уже не то сказал. Бабинайт также здесь погибнет. Вот он Шейхер, и снова он нашел свою жертву. И снова он его... ...уничтожил. Тут другого слова-то и не подберешь. Он весь проказ на него, по-моему, потратил. Утимейт тоже, да. Ну, я думаю, ненавидит тут бабинайт сейчас Фаера. Просто посмотрите на статус 3.7 и 7.3. Такое чувство, что они друг с другом играют. Только в доту. Фаера. Фаера левел 20 уже из Шива. Вот таких запакованных Шейхеров. Нечасто в третью Шиву. В матчах такого уровня, как правило, этот герой говорит только Даги. И, слава богу, Фаера нападает. Как же много вообще этот Шейкер наносит урона. Я не устану это повторять. Он прыгает и убивает. Соло прыгает и убивает. И если вот так еще и Эра будет умирать, то... ...все шансы, которые им подарили Хе-хе Юнайтед... ...ни на что не повлияют. Митхиумейкерс просто отдадут эту игру. По сути, игра обоюдных ошибок. И пока их больше допустили все-таки Митхиумейкерс. Неплохой купол. Минус разор. Проседает Эйс. И у Эйса проблемы. Эйс погибнуть здесь можно. Будет прожжевший вайпер. Времени, чтобы уйти. АКГ. Ну, вот такой вот вайпер мне нравится. Это вайпер, который купил все самое необходимое в начале. И понял, что нужно как-то будет передамажить вайда. И вот он этим и занимается. Он уже купил себе Дейдаус. И Монта Стайл, и Войд. Пока ему доказать ничего не может. Сколько раз мы видели драки, в которых выживал только АКГ. И, в принципе, теперь это еще более предсказуемо. Отходит Хе-Хею Найт. Кто-то не понимает, что нужно дождаться все-таки Разора. Без Разора пушить как-то не совсем получается. Зато есть Рошан, которого нужно убить как можно быстрее. Тем более вайда нет. Помешать им никто не может. Не Эмбер Спириджи, правда. Который будет покупать себе... Второй Беттлфурия. Очень спорно. Когда он его купит, непонятно. А, Кристаллис, это тот итем, который за свою цену обладает чуть ли не самым лучшим эффектом в доте. За 2000 ты получаешь криты и очень много урона. Не знаю, чем вообще, как у вас будет цена Беби Найт, что покупает второй БФ. Он просто не дособирает до конца игры второй БФ. Если войдут сейчас и Хею Найт, это не разбегутся непонятно куда. Если вот так вот не будет чип загуливать, если где-нибудь в очередной раз Нихис не погибнет, то просто зайдут сейчас и закончат эту игру. Но снова занимаются правильными делами здесь и Блан, и Эра. Продолжают они просто вот эту верхнюю линию толкать, и Хею Найт рано или поздно вынуждены будут сделать сюда ТП и немного отпушить. А Митьо Мейкерс правильно делают. Вот они избегают драк и линию толкают. Ну, летит сюда. А КГ, у которого ПТРВЛа появились, но через минуту он только сможет оказаться на базе, поэтому я не знаю, что... Пойдут просто на базу сейчас Хею Найт, и они вынудили сюда сделать ТП Митьо Мейкерс, и Эра ловит крылу, и Эра погибает. Скорее всего, он уже... Опустите Смитро, и погибнет Эйс. Скорее всего, умрёт в итоге в байбэк от... Неплохой Блэкхолл от Блана, но это всё равно по одному герою. Блана такси погибает два ещё байбэка от Митьо Мейкерс. Это их не должно спасти. Митьо Мейкерс всё-таки не делают. Убивают одного, убивают ещё и Чипса. Файр также здесь, скорее всего, погибнет, но Эйс как же много урона наносит вайбэк. Самому сходу, что в итоге влейте Вайпер окажется ключевым персонажем. Никакой не Войт, никакой не Эмберспирит, и Вайпер выиграет игру. Но если бы действительно не допускали столько, чтобы их Идею Найт, если бы Нитис не умер 3 или 4 раза, по-моему, в соло, бесполезно, он где-то бегал. Если бы Чипс также не погибал, то игра бы закончилась минут, наверное, на 10-12 пораньше. Но не сдаются Митьо Мейкерс. Две стороны они решили, что это не то преимущество, которое позволит им проиграть. Но здесь уже просто Т4 падают, а КГ даёт с ним тайме, и ломает Т4, скорее всего. Сейчас, да, в финале ПСН-ГГ. Падает трон, и мы можем констатировать факт, что Хе-Хе Юнайтед в этом финале повели. Вчера черпят до последнего. Пытаются пробить этот трон Хе-Хе Юнайтед. Бегут они просто всеми силами сюда, но забивают. И вот, ты что, пострелятся? Ладно. 1-0 в пользу Хе-Хе Юнайтед. И... Это неожиданно. Крайне уверенная игра от Бобби Найтед. В первую очередь, крайне... Много ошибок со стороны и той и другой команды, но пик позволил все-таки Хе-Хе Юнайтед додавить. Верлигейм однозначно оказался за ними. Мидгейм также, а в лейте просто... Не хватило дэмэджа у Эмберспирита, чтобы перевернуть ход этой встречи. 1-0 в пользу Хе-Хе Юнайтед. Вернемся совсем скоро. Никуда не переключайтесь. 2-0 в пользу Хе-Хе Юнайтед.